Вы знаете, в этой связи мне хотелось бы вот о чём вам рассказать. Совсем недавно, такой случилось в течение обстоятельств, одного моего знакомого, у него был у ребёнка день рождения, ему подарили ружьё, интересное ружьё, которое стреляет маленькими пульками. И случилось так, вот такой казус, что он выстрелил в него, и оказалось это очень больно, и он начал мне жаловаться, что как это так. В первую очередь у меня тогда возник вопрос о насилии, собственно говоря, среди несовершеннолетних, и мысли дальше, дальше, дальше пошла. И свелась она, собственно говоря, вот к чему. Сейчас очень много событий у нас в Украине, в разных её местах, которые связаны с насилием среди органов правоохранительных. Они называются правоохранительными. И я задумалась. У нас же, собственно говоря, нет серьёзного наказания, и Украина шла всё это время демократическим путём развития, и отменена была смертная казнь. Что такое отмена смертной казни и замена её пожиленным заключением? Да, с одной стороны это гуманно, да, с другой стороны это демократический путь развития, и всё это описано в нашей Конституции. Наша Конституция, как основной закон, сейчас опять-таки муссирует Конституционную Ассамблею. То есть видите, такая цепочка достаточно интересная возникла в этой связи. И я задумалась о том, что если человек украдёт в нашей стране, что ему за это будет? Если он совершает насилие против другого человека, есть санкции, предусмотренные законами. Однако, как вы украдёте? Одни делают это при помощи мошенничества, другие делают открытым путём, закрытым путём, то есть масса квалифицирующих признаков. С другой стороны, инкассаторская машина, которая подъезжает забирать деньги, например, в банке, в магазине, и оттуда выходят вооружённые люди. Если вы подойдёте и начнёте забирать у них эти деньги, они применят к вам вот это самое оружие. Оружие огнестрельное. И фактически могут вас на законных основаниях убить. Вы можете в нашем государстве, и в нашем демократическом обществе, правовом государстве, лишиться жизни на абсолютно законных основаниях. При этом действия этих людей будут квалифицироваться не как умышленное убийство, а к нить. Что же с этим делать? Почему правоохранительные органы могут применять в отношении нас огнестрельное оружие? Последние события нам показывают, что психологическая устойчивость таких людей и отбор таких людей, и приход этих людей в правоохранительные органы, он не столько жесток, не такой серьёзной сито они проходят для того, чтобы попасть в органы, милиции, прокуратуры, работать в охране, это тоже лицензируемая деятельность, применять в отношении других людей насилие. Насколько эти люди способны разобрать ваши действия и применить в отношении вас оружие, которое может вас убить. Где же здесь высшая социальная ценность в виде свободы личности, неприкосновенности человека в правоохранительной Конституции? Где же здесь человеческие ценности, моральные устои нашего общества? Я думаю, что нашему законодателю, нашему законодателю, нашему высшему законодательному органу, всё-таки стоит подумать о том, а не давая ли оружие в руки правоохранительным органам, не подталкиваем ли мы их тем самым к осуществлению вот этого самого насилия в отношении граждан Украины? Может быть, этот вопрос стоит задать законодателям? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!